друзья в этом видео мы с вами поговорим о таком предмете как веник и что надо знать чтобы в доме всегда водились деньги и удачи обязательно порядке досмотрите это видео до конца чтобы знать как правильно использовать веник друзья веник для наших предков играл особую роль считала что с помощью него можно навести удачу выгнать болезни или навлечь беду узнайте давайте вместе узнаем какие же приметы о венике существовали у наших предков как правильно с ним обращаться чтобы привлечь удачу и благополучия в дом и конечно же отвести беду наши предки знали как с помощью веника можно намести себе немного везения они шли к дому успешного человека сметали землю у его ворот и выбрасывали в мусорное ведро собственном доме ночь земля должна была там переночевать вот такая вот представляете есть примета и обычай а какие вы еще приметы знаете о существовании веник веника друзья если вы не знаете какие-то особые приметы какие-то особые ритуалы обязательно порядке напишите в комментариях под этим видео но мы с вами продолжаем старину считалось что под веником живет домовой поэтому его оберегали и держали в чистоте метелка должна быть пышной и чистой иначе домовой рассердится и натворит бед в доме веник ставили в угол ручкой вниз это притягивало деньги и защищала дом от плохой энергии веник подкладывали новорожденному под колыбель чтобы домовой защищал младенца метлу нужно покупать самим не стоит приносить в дом чей-то веник даже если вам его подарили и тем более подбирать кем-то под брошенную метелку знаете это плохая примета весь негатив нужно выметать и это нужно сделать друзья запомните именно на убывающую луну подметите весь дом соберите пакет с мусором положите туда веник и сразу вынесите его покупать метлу нужно на растущую луну загадывайте при этом желание и анонс обязательно сбудется возникает же вопрос как же правильно подметать нельзя мести в доме двумя вениками даже если это и нужно и даже и по очереди веник должен быть в доме один иначе можно накликать финансовые беды и разорения нельзя заметать когда кто-то из ваших близких только что отправился в дальнюю дорогу не хватайтесь за веник сразу и после ухода гостей считаешь считается что так можно завести им путь и привлечь неудачи подметать сразу после ухода можно только в том случае если человек вам был неприятен так вы отгоняете его от дома не давайте заметать никому чужому в вашем доме чужие отметут от вас удачу нельзя выметать мусор за порог дома если вы не хотите выместить что-то ценное подметая дома или на улице нужно мусор собирать на совок каждый раз отдельно прибирают доме только в светлое время суток уборка после захода солнца накликает на вас бедность и болезни согласно приметам нельзя обметать молодых людей парней и девушек на выданье считается что так от них отметают невест и женихов нужно подметать дорогу перед новобрачными так вы защитите их от бед возникает вопрос как же метла может привлекать деньги веник давно считают символом достатка если у вас дома стоит дряхлая облезла метла то и ждать финансового успеха к сожалению не нужно купите новый веник и метите правильно старый выбросите подальше от дома или лучше сожгите иначе негативная энергия может к вам добраться понедельник убирать нельзя так таким образом вы выметите деньги во вторник вместе можно деньги найти считается что вы найдете потерянные деньги или кто-то отдаст вам старый долг среду уборка это торговля пойдет ловко среда это идеальный день для уборки у бизнесменов метла поможет привлечь удачу в делах четверг убирают безденежья только нужно открыть все окна чтобы энергия бедности убегала через них в пятницу подметать это деньги значит потерять субботу венихом махать деньги зазывать недаром многие устраивают уборку именно в субботу таким образом они привлекают дополнительные деньги в свой дом а вот воскресенье мести проблем на месте отложите уборку до лучшего времени убираясь в доме вы должны это делать с хорошими мыслями иначе никакой удачный день и самый новый веник не смогут помочь вам достичь желаемого результата друзья но мы с вами говорили о веники о том что надо знать чтобы в доме вводили всегда деньги и конечно же была удача всегда с вами друзья на сайт был канал эзотерика для тебя если у вас есть свои какие-то правила приметы традиции которые вы используете свинька в обязательном порядке напишите в комментариях под этим видео но мы с вами друзья прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах пока пока